Собственно, давайте поговорим про мобилизацию. Сегодня так много разной информации по поводу того, что из публичной активности, плоскости, они перешли в закрытую. И все-таки этот процесс будет продолжаться, будет продолжаться очень массово. Также есть информация о том, что люди получают повестки с датой 2023 года. Означает ли это, что Путин не собирается успокоиться, а сейчас чуть-чуть эмоциональное напряжение снимет у народа, а дальше после праздников новогодних все пойдет по кругу? Ну, видите ли, ведь сама по себе мобилизация началась не от хорошей жизни, потому что никакая эта специальная военная операция не состоялась, а состоялась тяжелая, кровавая, преступная война. И, как всегда, в нашем любезном Отечестве одно дело рассказы про то, что у нас самое современное, самое совершенное, самое точное и так далее оружие, а другое дело печальная реальность, в которой оружия опять не хватает, а вместо этого приходится воевать опять не умением, а числом. Ну, слава богу, в России 145 миллионов человек, так-то число большое. И после того, как Путин 8 месяцев делал вид, что он проводит специальную военную операцию, ему пришлось признаться, что да, это война. Причем это война мобилизационная, война с помощью пушечного мяса. Поскольку пушечное мясо на войне расходуется и быстро, ему, конечно, придется проводить еще и еще одну войну, волну мобилизации в расчете на то, что уж чего-чего населения в России больше, чем на Украине. И это правда. В России людей больше. Зато Украина воюет лучше. Зато Украина более совершенная, более дальнобойная, более точное оружие. И, естественно, Россия теряет бойцов больше, чем Украина. Поэтому мобилизация будет продолжаться в той или иной форме, в виде второй волны, в виде вяло текущей, потихонечку выскребающей мобилизации типа по сусекам, по скрести. Так или иначе, людей будут забирать. Что бы Путин ни говорил, как бы все это ни озвучивалось, до тех пор, пока война не кончится, людей будут выцарапывать. Вместе с тем, Путин ни разу не сказал, не назвал войну войной. Но вот в отличие от остальных людей, которые в информационной плоскости так или иначе выступают, не говорят о том, что в Украине война, и Путин все равно настаивает на своем, что это СВО. Удается ли это еще продавать народу? Да нет, конечно. Ну, чтобы вы не думали про русский народ, это все-таки неполный идиот. Другой вопрос, что мозги промыты до белизны, и туда залит какой-то содовый раствор. Это да. Но люди же понимают, что это война, аж на ней гибнут люди. Кстати, мобилизация очень непопулярна. Сразу после ее объявления рейтинг Путина упал на 7%. Но он по-прежнему высок. Вот это надо понимать, что он по-прежнему высок. Хотя идет под горку. И люди, которые смотрят телевизор, по-прежнему думают, что они за границами России, на территории суверенного, независимого государства с международными признанными границами, каким-то загадочным образом защищают Россию от угрозы НАТО. Многие в это верят. И некоторые даже идут добровольно в мобилизацию. Шойгу сказал, что 13 тысяч добровольцев. Но сопоставьте это с 7... Это как-то не очень много. Вы простите, но это как-то не очень много. Я вот как раз вас и приглашаю сопоставить это с тем, что 700 тысяч бежали за границы Отечества для того, чтобы не попасть в эту мобилизацию. Так что люди разные. И вот та часть, которая настолько зомбирована телевизором, что готова убивать и погибать ради Владимира Владимировича Путина. Ну, правда, он им объяснил, что это ради Родины. И они, видимо, поверили. Эта часть составляет меньшинство. Поэтому идея мобилизации не популярна и неизбежна. Чем еще он будет воевать? Новых видов оружия не появится. Новых союзников не появится. Ну, возможно, привезут снарядов образца 50-х годов из Северной Кореи и ракет более современных, но, стыдно сказать, из Ирана. Это да. Но у Украины гораздо больше союзников, гораздо больше новых видов вооружения. И я думаю, что здесь более или менее понятно. Путину придется просто так или иначе защищаться валом из живого мяса и живых костей. Защищаться уже. Потому что, де-факто, он защищает свое политическое будущее, свои приоритеты, свои привилегии в России. Потому что, если он проигрывает, то он вылетает со страшной силой из властных эшелонов. И все, что он нажил непосильным трудом, достается кому-то другому. Поэтому он будет вести эту войну. А это уже не важно тем, кто придет на его место. Совершенно несущественно, кому это все достанется. Или просто превратится в пепел. Не знаю. Но важно то, что проигрывать Путину нельзя. Он это понимает. Поэтому он будет все больше и больше людей расходовать своих в надежде, что или выдохнется Запад, или выдохнется Украина, или Ишак умрет, или Падишах умрет, или кто-то научится говорить из Ишаков. На самом деле, это просто такая ситуация затягивания, ну, можно так сказать, цитатой из Штирлица, что Путин в бункере оттягивает свой конец.